Поехали. Это при губернаторе. Константин Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Константин Николаевич, принято с политиками говорить, естественно, о политике, о том, что связано с какими-то событиями в Крае. Тем не менее, мы хотим вас спросить, какие вас новости затронули на минувшей неделе, за последние дни? Это могут быть новости как связанные с вашей сферой деятельности, так и не связанные. Может быть, какие-то мировые события, может быть, какие-то события, которые вас просто удивили и потряслили. Что взволновало, Константин Аукас? Взволновало то, что я 7 марта поехал с семьей практически, с детьми и женой на дачу в Ахамский район через Краснокамск. И могу вам сказать, что постоял два часа в пробке. То есть вы были свидетелем того ЧП на дороге, которое случилось? Мне повезло, я в ЧП не попал, но где-то вот все это было фактически где-то вот рядом. В итоге я развернулся на трассе с большим трудом, надо сказать, что там более-менее автолюбители разобрались с дорожной ситуацией, стали ехать поперек шерсти и как-то чего-то как-то, в общем, но в итоге развернулся и поехал в Ахамский район через переправу. Потом Ледовую через Югакамск, через Краснодарский мост, потом Югакамск и Ледовая переправа. Вот, три часа с лишним добирался до дачи, это был рекорд. И понял, насколько у нас сегодня все-таки нестабильная дорожная обстановка. Константин Николаевич, вы водитель с большим опытом, с большим стажем. И, собственно говоря, сотрудники ГИБДД, они не поясняли, почему именно в этом месте произошла авария. Почему-то, напомним, что на самом деле в аварии участвовали около 100 автомобилей, 86, если быть точными. По вашему мнению, почему именно на этом участке, казалось бы, хорошая дорога, одна из немногих хороших дорог в Фермском крае. И такая вот ситуация странная произошла. По вашему мнению, почему? Я не знаю. Честно говоря, надо, даже не берусь предполагать, потому что вообще, в принципе, на трассе бывает разное. Кто-то бывает, едет со скоростью 40 км в час по второму ряду и не уступает. А дорога скользкая, соответственно, кто-то едет со скоростью 90 км в час разрешенной по второму ряду и догоняет, значит, того, кто едет со скоростью 40. Какой-нибудь маневр неудачный, кто-то в кого-то врезается. В итоге дорога скользкая, все остальные сзади идущие машины начинают резко тормозить. И, соответственно, у них также получается столкновение, и одно на другое наслаивается. Такое бывает в Европе постоянно в таком. То есть, когда там проходят ледяные дожди, мы видим по телевизору, показывают очень часто, что даже там, в Европе, в организованной, там, где вроде как там все хорошо, и снегоуборочная техника есть, работают, и люди там все, как бы законопослушные соблюдают правила дорожного движения. Но и там такое бывает, и мы видим, как Норвегия, Германия и прочие страны попадают в такие перипетии, когда порядка 100 автомобилей сталкиваются между собой. Я могу сказать, что даже похвалить сегодня некую прозорливость, может быть, не прозорливость, а все-таки то, что построили трассу с отбойником посередине, потому что если бы все это безобразие вылетело бы на встречную полосу, то мы понимаем, что встречные, когда машины в потоке сталкиваются, это менее страшно, нежели столкновения идут со встречными автомобилями. Там совсем другая инерция, совсем другой удар и совсем другие последствия. Спасибо Олегу Черкунову, что начал строить такие дороги. Да, дело, конечно, не в Олеге Черкунове, но, в общем-то, сегодня европейская часть территории России вся в таких дорогах давно уже, можно было бы и пораньше все это начать строить. Но то, что, в принципе, у нас хоть что-то еще строится в этой части, сегодня мы должны благодарить судьбу, что не было смертельных случаев в этой аварии. По словам очевидцев, там ноги до утра стояли, вы сказали, что всего пару часов провели в этой аварии. Повезло, потому что я зацепил хвост кометы, что называется. То есть, все столкновения были впереди, и когда я туда подъезжал уже, к этому участку, ну, грубо говоря, там уже все так стояли, притормаживали. Я понимал, какая дорожная обстановка, хотя я, в общем-то, обычно езжу по второму ряду. Но тут я понял, что надо ехать помедленнее, значит, и притормозил. Да, все, мы остановились, и потом просто дочапали в течение часа до ближайшего разворота. Там машина за машиной, там, в сложных перестроениях, в том числе пропуская встречные, уже пошли. Поэтому уже вот нашему ряду пошли встречные автомобили на разворот. И мы дошли до этого разворота, то есть фуры, что называется, вставали правее, а легковые автомобили уходили на разворот. И таким образом мы где-то вот на подступах к дороге Краснокамска стояли час, еще в Закамске около часа в пробке, и потом еще час я стоял там в пробке с детьми, с маленькими, в автомобиле. Ну, вот, слава богу, здесь мы... Ну, зато было время с семьей пообщаться? Да, в таком настроении обычно с семьей стараются не общаться. Ну, нормально все, все справились. Понятно, дети как бы там переживали, спрашивали, а что там, а что здесь, почему здесь, почему мы так стоим, почему столько машин и прочее, прочее. Ну, ничего страшного. Разобрались в этой ситуации. Хорошо, из мировых новостей, что вам запомнилось на минувшую неделю? Смертью Угачавеса. Каким образом? Как вы на нее отреагировали? Пережил. Пережил? Пережил. Траур семидневный, это соблюли? Не, вы знаете, на самом деле можно как угодно к этому относиться. Конечно, мы практически, честно говоря, ничего о Угачавесе не знаем. И то, что нам там рассказывают, что это был большой друг России, ну, никто без умысла дружить не будет. В современном мире это понятно, что за этой дружбой, естественно, был умысел и была польза, несомненно. Но когда польза для двух стран, я это приемлю. То есть, и такую дружбу я, в общем-то, приемлю и ценю. Но надо отдать должное, что этот человек, в отличие от многих наших российских деятелей, мог говорить часами и без бумажки. И он разбирался во многих вопросах. Я могу привести просто примеры из жизни наших современных политиков Российской Федерации, которые находятся в руководстве нашим государством, в руководящих органах нашего государства, потому, условно, там, с 98-го года, например, с 1998-го, сегодня 2013-й, мы видим очень многие совещания, которые транслируются по телевизору, когда на разные самые вопросы наши лидеры берут бумажку и читают министрам по бумажке, как бы ими заготовленные тексты. Ну, на мой взгляд, это, в общем-то, такой некий позор. А когда люди переживают, чувствуют сами, знают, как нужно делать, проживают это и участвуют в этих процессах активно, они это говорят зажигательно, без бумажки, общепонятным доступным языком, без всякой словесной эквилибристики, получается, что эти люди, собственно говоря, являются настоящими идеологическими лидерами своей страны. Вот, я думаю, что реально сегодня Венесуэла переживает потерю своего лидера. Ну, можно им посочувствовать. Вы видели вот эти отчеты о многокилометровых этих шестях, когда впереди несли Гропову, они реально плакали. Они реально плакали. Не, ну, давайте так, как бы, и некоторые люди в Северной Корее плачут, когда, значит, диктаторы умирают. И мы плакали, когда я был, например, в шестом классе, когда умер Брежнев. Ну, может быть, не плакали, но мысль такая была, а вдруг сейчас будет война. Идеологическая работа. Вдруг сейчас будет война, да. То есть, понимаете, все ведь познается в сравнении. Несомненно, Уга Чавес, он, я, честно говоря, был в Венесуэле. Я, конечно, был не с изучением опыта их государственного управления, системы, да. Я был как турист и проехал там, такой у нас был хороший тур, очень интересный, десятидневный по Венесуэле. Мы проехали там всевозможные фермы крокодилов, там, ловили питона, ловили пираньи и потом даже сварили уху, чего так и не поняли, чемергесы, венесуэльцы. Вот, но так или иначе, ну, с лучком, с картошечкой, то есть, все как полагается. Дело не в этом. Дело в том, что, в принципе, там страна не похожа на Северную Корею. То есть, в общем-то, по большому счету, это открытая страна. И когда люди плачут в открытой стране, в таком количестве, да, и вот эти шествия, и плач, ну, наверное, доля пропаганды здесь, конечно, есть, не без этого. Но, собственно говоря, все равно это заслуживает внимания и уважения. Они потеряли своего лидера. Ну, уровень жизни там реально низок? Низок, ну, там и, ну, конечно. Кроме туристических маршрутов вы же, наверное, шаг в левый, шаг в правый. Да, уровень жизни низок, очень высокий уровень преступности. В Каракасе, например, одно из самых высоких зданий, я обратил внимание, я говорю, а почему у вас на всех этажах, на всех окнах решетки? Понимаете, да? То есть, ну, условно, там 25-этажное здание, а все зарешетчено. Или там мы приехали с экскурсии в один из самых дорогих районов, вышенебельных районах, где живут самые богатые люди Венесуэлы. Ну, заборы 4-метровые, колючая проволока и ток сверху. Ну, то есть, понятно, что вот такая преступность, такой уровень преступности. Ну, и, конечно, очень много трущоб, очень много скворечников вдоль трассы из аэропорта в Каракасе до самого Каракаса. Допустим, там горки и вот такие вот скворечники, такие вот зданицы, такие картонные домики, скажем так. Там живут люди. Но так или иначе, 90 копеек стоимость бензина 92-го. Ну, как бы вот показатель того, что люди, собственно говоря, да, они сегодня находятся в очень сложной ситуации. Это страна нищая финансово, но не нищая духом. И это главное. Ведь деньги – это не смысл жизни. Деньги – это один из инструментов для достижения смысла жизни. Понимаете? Поэтому… Если они есть. Один из инструментов. Если есть дух, если есть воля, если есть трудолюбие, если есть желание, энергетика, энергия, то деньги можно заработать всегда. А что, на Ваш взгляд, что будет дальше, если не смысл? Все зависит от того, как придут выборы. Насколько… А вот такие истории африканских вот этих революций? Мне кажется, не повторит страна эту историю, потому что лидер этой страны ушел любимым. Соответственно, его преемник, его последователь должен победить на этих выборах. Я думаю, что, скорее всего, это произойдет. Если, конечно, америкосы не встрянут в эту ситуацию. Молодые люди, я считаю, что мы должны от политики все же отойти. Ну, спасибо, спасибо, Оксана, за молодого человека. На минувшую неделю произошло еще одно такое событие, которое нельзя обойти стороной, 8 марта. Скажу… Я могу сказать даже больше вам, Оксана. А еще одно событие, произошло на этой неделе, которое нельзя обойти стороной, это 9 марта. Да, Константин Иванович. Я скажу своим… Великий праздник всех мужчин. Я скажу некую преамбулу, да. По моим понятиям, это немножко искусственный социальный праздник. Исключительно социальный. И он предназначен для тех женщин, кто остался одинок, скажем, у кого нет, может быть, семьи, может быть, любимого мужчины, может быть… Для того, чтобы некий баланс в обществе соблюсти, чтобы не было нервных женщин, обиженных, как-то вот оскорбленных. Вот их поэтому… Придуман этот социальный праздник. Это мое личное мнение, я его никому не навязываю. Вот, я не знаю, я пока еще не нашла много последователей в своем вот таком утверждении. Ваше отношение к празднику? Два момента. Первое, Оксана, значит, вы знаете, что високосный год, високосный год, 8 марта, по старому стилю, это 23 февраля. Мужской праздник. А вне високосный год, 9 марта, это 23 февраля, по старому стилю. Понимаете, да? То есть, в этом году у нас был мужской праздник? Ну, 9-го был мужской праздник. Восьмого это было перед мужским праздником. Ну, это шутка, естественно. Нет, вообще, ваше отношение к празднику. У меня оно такое странное, может быть, необычное. Вы знаете, вот очень бытует такое мнение, что те люди, которые этот праздник затеяли, они были девушками такого… вольного поведения. Вы знаете об этом? Слушали? Да, вы слышали эту версию, у меня историк по образованию, поэтому… Да? Да. Есть такая версия. Есть такая версия. И у вас такая версия есть. Хочу вам рассказать анекдот советский. Хотите? Хотите. Да, когда экскурсия из Советского Союза автобусная едет по Парижу, и, значит, экскурсовод рассказывает для советских туристов, где что находится. Он говорит, вот слева, пожалуйста, Лувр, справа продажная женщина. Справа холмы Ман-Матра, слева продажная женщина. Прямо Эйфелева башня, сзади продажная женщина. Сзади Марсово поле, спереди продажная женщина. Ну, один турист советский, обликом морали, терпел-терпел и говорит, простите, а скажите, пожалуйста, а не продажная женщина у вас есть? Экскурсовод отвечает, есть. Но они очень дорого стоят. У меня, поэтому, праздник 8 марта. А? Про политиков. Это про политиков? Мне кажется, это про продажных и не продажных женщин. Многие сравнивают, между прочим, эти две профессии. Так, кстати, как и журналистов. Вот мы все здесь собрались. Оксану-то не трогайте. Оксану не трогаем. Оксану не трогаем, да. За что вам отдельное спасибо? Спасибо. С праздником вас, Оксаночка. С прошедшим. С 8 марта. Нет, я считаю, что этот праздник психологически правильно придумал. Оксана, я вам смс-ку отправил, если вы ее заметили у себя в телефоне. Инсей Николаевич, к сожалению, нет. Поздравлений. К сожалению, нет. Не заметили? То есть не дошла до вас она? Показывайте свой в отправленных. Сейчас мы выясним. Как это происходит? Отношение к празднику. Возвращаемся. Да нормальный праздник. Но есть праздник, есть праздник. Я ведь его, грубо говоря, не праздную. Могу сказать одно. То, что к женщинам я отношусь гораздо лучше, чем к мужчинам. Вот это правда. Поэтому, если женщинам это нужно, и они хотят это праздновать, давайте будем это праздновать и будем их поздравлять в этот день. Вот и все. Вы это делаете от души? Конечно. Не будем заморачиваться какими-то очень серьезными изысками, и какими-то серьезными умозаключениями, и опусами в историю, и вспоминанием анекдотов. Если есть повод сегодня поздравить женщин, и желательно, чтобы этот повод всех этих праздников как-то совпадал с выходным днем. Вот меня вот это больше всего бесит, когда среди недели у нас некоторые надуманные праздники появляются, и мы разрываем рабочую неделю, а потом до праздника у нас все уходят раньше с работы, пьют, потому что поздравляют. Потом праздник, потом с праздника они отходят еще один день. То есть неделя на смарку, страна не работает. Вот это мне несколько не нравится. А поддерживать введение каникул в мае, длинных праздников, 9 дней? То есть убрать 23 февраля, 8 марта, все туда. А, собственно, с этого года так и будет? Нет, с этого года уже большие длинные выходные на майские праздники, 9 дней. Ну, мне кажется, что длинные праздники, они расхолаживают. Я считаю, что это не нужно. Если кто-то хочет взять отпуск, и он имеет на это право, согласно Трудового кодекса и законодательства Российской Федерации, он может взять отпуск на майские праздники, поехать куда-нибудь в Турцию, погреть свои косточки, полежать на берегу Эгейского или какого-нибудь еще моря Средиземного. Но мне кажется, что вот эти все длинные праздники, это, конечно, никак не позитивно не влияет на производительность наших предприятий, которых сегодня у нас и так не очень много осталось. Но, на мой взгляд, отдых – это штука нужная, важная, но если бы он не был бы во вред. А подарки вы дарите? Какие подарки вы дарите своим любимым женщинам на 8 марта? Себя. Декламируйте, я ваш подарок. Себя любимого, конечно. А что, какой может быть еще больше подарок, нежели трезвый, умный, любящий муж в день 8 марта, который делает много работы по дому, по даче, по огороду. Ну, условно огороду. Ну, не уверен, что все с вами согласятся, но, тем не менее, ваше право. Ну, цветы можно подарить, наверное. Как считаете, Оксана? Можно цветы подарить? Я считаю, что цветы нужно дарить вне зависимости. Вообще всегда. Праздник не праздник, да? Это тоже порыв в душе, некий порыв в душе. Да, желание заставить любимую женщину улыбнуться. Вот и все. Понял, хорошо. Буду стремиться к этому вашему посылу. Век живи, век учись. Оксана, а у тебя были какие-то личные новости? Что тебя запомнило? Да, у меня очень были хорошие выходные, на самом деле. Моя главная личная новость, я даже бы продемонстрировала вам, но я думаю, что это будет слишком такое маленькое изображение. Я преодолела свой страх и научилась делать некие новые движения на сноуборде. Признаюсь честно, я занимаюсь этим видом спорта уже 4 года, но, к сожалению, мой прогресс был остановлен сломанной рукой, который произошел, да, это произошло 2 года назад, буквально в начале, скажем, моей карьеры сноубордиста. И если начинала я очень смело и бодро, то после падения, после сломанной руки, часть движений у меня просто не получалась. То есть я не могла определить свой страх, и не могла сделать определенную... А сейчас пошло, да? Да, у меня получилось. Оксана, а вот вы говорите, карьера сноубордиста. А вы... Ну, я... Это шуточное такое... Во сколько лет хотите стать чемпионом мира? Я... Это спорт для души, в данном случае я... То есть чемпионом мира вы стать не не стать? Чемпионом мира, я в первую очередь. То есть это... Сейчас Оксане 18... Тогда это, наверное, не спорт, а физкультура. Да, физкультура, скорее отдых. Это активный отдых. Отлично. Это активный отдых. Ну вот в эти выходные я преодолела свой страх, и кое-что смогла сделать, что не могла сделать раньше. Это как главная новость. Вот эта часть жизни, отдых, практически политика года по версии сайта Эхо, первен.ру, Константин Окунева, скрыта от общественности. Как отдыхает Константин Окунев? Активно? Руки ломает? Нет, я вспомнил один момент, он прозвучал в нашем эфире. Константин Николаевич очень любит косить газонокосилкой газоны. Да, вот нет, я не запомню этот момент. Очень любит косить. Газонокосилкой, газон на даче. Зачищать поляну. Я могу сказать, да, тоже неплохо, да. От разных там грибов, рыжиков и прочих перцев. Но я скажу честно, я, например, вот у меня есть снегоуборочная машина, у меня много дорожек на даче разных, которые я очищу от снега, но я снегоуборочную машину уже третий год не завожу, в принципе, потому что мне нравится помахать лопатой. То есть, это такая физкультура, я за три часа такого активного труда, в принципе, очищаю все дорожки, парковки, стояночки, все подъезды к своему участку. Вот, это первое. Но могу сказать, что так, выжимая потом футболку, в любую температуру, даже минус 30, это очень так труднозатратно и очень интересно. Вот, это что касается моего отдыха. Могу сказать, что физический труд в выходные дни очень разгружает. Я в этот момент не думаю фактически просто ни о чем. То есть, голова отдыхает напрочь. Будь то газонокосилка, будь то работа снегоуборщика, будь то дрова, которую я сам пилю, заготавливаю пилой, да, значит, Калю, ну почти что как Челентано, да, в фильме «Укрощение Строптивого». Он, правда, делал это вместо чего-то. Там Арнелла Мути была. Я пытаюсь, нет, он делал это вместо чего-то. Да, я... Знаю, что где-то Арнелла. Степан, я стараюсь совмещать и то, и другое. Поэтому... Это часть вашей жизни тоже сокрыта. У меня может быть... У меня четверо детей. А ну да. От единственной жены. От единственной любимой жены. То есть, как это может быть, сокрыто, не сокрыто. Ну вот как-то так вот скрывали, скрывали, но вот не получилось. Детики. Да, практически ежегодно. Только мы вас, сноубордистов, ненавидим. А вы знаете, Константин Николаевич, что это лыжник с 17-летним стажем, а сноубордами второй увлечили. Я понимаю. Поэтому, в данном случае, нам нет повода ссориться. Хорошо, ссориться мы не будем. Я с тобой буду с лыжником в курсе сноубордистов. А почему сноубордистов? А потому что они... Я тоже могу объяснить. Они просто скатываются постоянно на контакт... Они когда не умеют кататься, а кататься они не умеют почти все, они скатываются на контакт, либо на переднем, либо на заднем, то есть постоянно тормозя, и счищают весь снег, который... И потом ты на контакт, и потом ты, да... Нормальные люди на лыжах. Нормальные люди на лыжах. Просто постоянно ты идешь на контакт на хорошей скорости, и у тебя постоянно пролыслены ледяные, которые вот этими сноубордистами сделаны на горе, и ты фактически постоянно, ну, грубо говоря, просто стаскиваешь с контов, ты постоянно, ну, чересчур замыкаешься на контроле именно вот этой ситуации. Когда ты заходишь в снег, вроде ты только в снег зашел, там, ну, идешь, скорость там под соточку, так, плотненько, и тут вылетаешь на лед, или еще какой-нибудь сноубордист под горой. Когда ты вылетаешь с горы, они там сели, там, кучкой. Я уже скилюлют сидеть вот так. На попах. На попах сидят и фотографируются, да. И ты думаешь, либо в них, либо как-то, значит, ложиться там на склон, там, на бок, и пытаться, там, избежать этого столкновения, да. Конечно, выбираешь последнее, да, там, рискуя, там, всем своим состоянием тела. Но, в общем, к сноубордистам у нас очень хорошее отношение. Я согласна, между прочим, с коллегой, на самом деле. На самом деле, больше люблю горные лыжи, но была вынуждена частично вставать на сноуборд, потому что, ну, есть некие проблемы с горнолыжными ботинками. Долго очень теперь не могу кататься, видимо, возраст сказывается. Вот, сноубордическая орлах гораздо удобнее. Ну, конечно. Расскажу вам. Конечно. И сама лично ненавижу сноубордистов, сама понимаю все то, о чем вы говорите. Ненавижу себя. Но, тем не менее, вот, честно, стараюсь ездить просто по краям горки для того, чтобы, как бы, вот эти участки. Не мешать, да. Я это понимаю и согласна, вот, с критикой, в данном случае, на 100%. Но это интересный вид спорта. Зимой, мы поняли, а летом? Ну, летом, фактически, последние годы, это дача, то есть, дача с детьми. У меня маленькие дети, двое мальчиков, два с половиной года и пять лет, и дочка, и будет тринадцать лет скоро. То есть, ну, еще старший сын, понятно, но, как бы, он уже так с семьей активно не участвует в отдыхе. Поэтому дача, река, там, какие-то грибы, рыбалка, ну, то есть, вот такие вещи. То есть, все такие вот земные, семейные, правильные. Ну, опять же, газон, грядки. Возникла знакомая газонокосилка? Да, да, даже грядки есть. Прямо грядки? Да, даже прямо жена заставила выкопать несколько кустарников из цветника и посадить картошку. Сейчас сажаю в этом месте постоянно картошку. Выкапываю столько же, сколько сажаю, ну, все равно. Главное, чтобы муж чем-то занимался правильно. Это странно. Ну, вот так вот. Но это некая близость к народу. Да нет, это нравится. Когда-то я и себе представить не свою картошку. Конечно, конечно. В первую очередь. Я когда-то раньше и представить не мог, в принципе, что я, что меня будет так, как бы, тянуть вот к таким вещам. Ну, приезжайте летом ко мне на дачу со съемочной бригадой и показывайте. Так говори. А что, помните, такая программа была на одном телеканале на даче у Черкунова? Я могу сказать, что... А, я помню, да, да, да. Это Хохма. Да, да, да. Нет, Женя Прямяков там вел этот самый... Мазанов, по-моему. Нет, нет, вел Саша, Саша, Саша. Субботин. Нет. Да Женя Прямяков вел. Нет, Женя Прямяков, может быть, там что-то продюсировал, а Саша... Ну, я не... Александр, ну, тоже ведущий Урал Грейт, это как его второй... Гриценко. Гриценко. Саша Гриценко. Он пародию сделал. А, это была пародия? Он сделал пародию. А-а-а... А я только пародию и смотрел, на самом деле. А потом Гриценко сделал пародию и после того, что у него какие-то проблемы. А вот так вот, да? Ну, это глупость, на самом деле. Я считаю, что, в принципе, даже пародия, она иногда... Я не точно не уверен, но, по-моему, он еще вел, потому что местный Камеди Клаб, потом, кстати, он как-то перестал вести Камеди Клаб. Ну, понятно. А потом, по-моему, и местный Камеди Клаб как-то сдулся. Ну, сдулся, да. Ну, ладно. А-а-а, потому что Гриценко сделал пародию и начал. Также я в последнее время стараюсь научиться готовить. То есть я сам, ну, там, какое-то мясо, рыбу делаю на углях, как правило. Понятно, что не у плиты на кухне, но на углях. Это у вас давно? Ну, вот как дача появилась, так и вот... Я хочу открыть секрет, что появляется новая программа кулинарная в нашем телеканале. Кстати, хочу прорекламировать ее немножко, да? Такой кулинарный проект, он будет не совсем обычный, и ведущий у него будет тоже не совсем обычный. И я думаю, что, да, что мы вас пригласим... Кулинарный проект? Да, кулинарный проект. Политическая кухня? Ну, да, что-то вроде этого. Я думаю, что, услышав эти слова, мы вас пригласим на эту кухню. Да, пожалуйста. И вы продемонстрируете света. Пожарим меня. С большим удовольствием. А сами, кстати, любите наблюдать за звездами, политиками, которые готовят в эфире? Нравится, нет? Неинтересно? Не, мне это неинтересно, скажу честно. Мне вообще за нашими политиками наблюдать неинтересно. Я и за собой-то не наблюдаю. Мне как-то нравится... Мне кажется, вы лукавите, Константин Николаевич. Вы всегда следите, вы лукавите. Я не лукавлю. Я не люблю себя смотреть вообще, в принципе, по телевизору. Я себя, в принципе, не смотрю никогда. Тем не менее, я слышу часто ваши комментарии по поводу того, ваших выступлений, каких-то материалов появлений и так далее. Ну, какие? Ну-ка, давайте, вот, ну-ка, давайте. Ну, в частности, я в данном случае могу только ответственно говорить за наш канал. Вы себе смотрите материалы, которые, во-вторых, вы участвовали на нашем канале. Да я не смотрю я в вашем... А что вы себе льстите, Оксана? Кто вообще вас сможет? Да вообще, кто вообще вас сможет, если... Ну, хорошо, да. Давайте остановимся на том, что мы сместим. Ну, я убеждена в обратном. Нет, какие-то новости я могу смотреть. То есть, если новости... И вы не пересмотрите наш сегодняшний фильм? Нет, конечно, зачем? Хорошо, тогда завтра... Я пересмотрю его сам. Не хватает, в принципе, оценок тех людей, которые специалисты в этих процессах. Они смотрят, там, некоторые политконсультанты, некоторые политологи, они звонят сами. Я дружу со многими очень людьми, в том числе политиками. Ну, и там, условно политиками в Пермского края. Они смотрят, говорят, а вот это ты зря сказал, а вот тут ты там это, а вот тут ты там то. Перегнул. Ну, перегнул, а здесь, наверное, не так. Ну, мы спорим, мы обсуждаем, это нормальная тема. Но я не пересматриваю никогда никакие прямые эфиры. Я считаю, что, в принципе, я не стремлюсь быть лучше, чем я есть. Наверное, в этом... Ну, это одно из моих качеств. То есть, я не стараюсь показаться лучше, чем я есть на самом деле. Я такой, какой я есть. Поэтому нечем меня менять и там что-то там шлифовать, там, убирать дефекты речи, там, я не собираюсь. Вот я живу, там, для своих друзей, для себя, для окружающих меня людей. И я не хочу ничего менять в своей жизни сейчас. Поэтому мне нечего пересматривать и работать над ошибками в этой ситуации я не собираюсь. Мне в один момент показалось, что вы сейчас скажете, я не хочу быть лучше, ибо лучше уже некуда. Константин Николаевич, спасибо, что были у нас в эфире. Я думаю, что наши зрители узнали сегодня много нового о политике окунями, не только так, а о человеке окунями. О человеке окунями, который ненавидит с новобордистов, любит картошку и жарит мясо. Не люблю я картошку. Спасибо, что были у нас в гостях. Я думаю, что мы еще не раз встретимся в эфире. До свидания. Спасибо. Спасибо.